Художники, которые рисовали за всю эту лунную аферу, они все прокололись. Я сейчас покажу картинку сразу для Сергея Стофеева. Это я чуть перескакиваю вперед. В прошлом году, в июне месяце, ровно год назад, в 2015 году, американцы якобы прилетели к Плутону. Вот я провожу экзаменитую фотографию Плутона, которую они сделали с безумно близкого расстояния. Значит, Плутон и Хорона фактически двойная планета. Они примерно одинакового размера и находятся на расстоянии 100 тысяч километров. Это вообще не 100 по островичным меркам. Луна находится на расстоянии 300 тысяч километров. Луна. А что только 100 тысяч километров? Я на автомобиле проехал больше. У меня пробег автомобилей 120 тысяч километров. То есть я, грубо говоря, от Плутона до Хорона доехал на автомобиле. Ну, правда, ну, хотя, между прочим, я езжу только 10 лет. И ровно столько лет вот летела вот эта станция New Horizons до Плутона. Так, кто приедет, пока она летела, я не приехал на автомобиле по земле. Я там по такой расчету. Я сейчас это показываю, почему это фейк. Фейк. Вращаются глаза. Это, значит, это, это рисует фотография Плутона. Смотрите сюда. Я показываю. Вот это, это Индия. Вот этот треугольник. Это индийский полуостров Мадагаскар. Вот это, вот это, это Африка. Вот я показываю. Это юзное количество Африки. Это индийская Чаван. Это остров Мадагаскар. Вот это червье море. А вот это юго-восточная Азия. Это Малайзия. Это Малайзия, которая переходит в Эндоназию. Вот там где-то в глубине, вот это подходит, даже просматривается Австралия. Вот видно Австралия, видите? Это Австралия. Это, значит, Малайзия вместе с Бирмой и Таиландом куда-либо едет русские туристы. И вот это Индия. Это Индийский океан. Вот так вот это Красное море. Понятно, что немножко все как бы деформирано, но топологически все-таки западают. Значит, это что-то такое с точки зрения вот того, что я говорил по поводу озоновых дыр. Это чистый фейк. Это художники рисовали. И может быть даже, Николай Сергеевич, это метко-фальсификатор. Может быть. То есть это просто люди издеваются просто до общественного мнения. Если вы не видите очевидного, это фотография Панеттона с какого-то совершенно низеркного расстояния. А теперь переходим к математическому диктанту. Я хочу просто успеть его до доклада следующего года. Одну секундочку, Владимир Анатольевич. А я тогда задумал диктанцию. Здесь по твоему предыдущему заявлению нужно будет допросить присутствующего здесь Сергея Кимовича Стофеева. Не та же ли эта проекция, которая использовалась при великом делом этой карты, которая была и у Пирирейса в его стране. Это да. Это с нашим партографом. Но дело в том, что то, что я вам рассказываю, когда фотография появилась, это просто бросается в глаза. Вот просто бросается в глаза, как издевка на здоровом смысл. Фотография Плутона. Просто все видно, это Евразия, это Африка, а тут Австралия просматривается. Значит, маленький математический диктант. Значит, сейчас вы все будете считать. Это такой сеанс психотерапии, как у Каспиротского. Значит, я не буду повторять свой доклад на семинаре. Я рассказывал и показывал картинки с этим орбитами, но потом я про них расскажу немножко. Значит, скорость, в которой максимальный космический аппарат вылетит от Земли, достигает 14 км в секунду. Но просто больше невозможно считать физически скорость стечения этого вещества, какое там ракетное топливо, оно не позволяет большую скорость развить. Конечно, 14 км в секунду не хватает не только, чтобы довести до Плутона или до Юпитера, а даже до Марса. Но потому что, когда ракета отлетает, ее тормозит Солнце, и вот этот эллипс, по которому она летает, его аферия, он не застает даже до орбиты Марса. Поэтому запускают ракету так, чтобы она стартовала в направлении движения Земли вокруг Солнца. А Земля летает со скоростью 30 км в секунду. Значит, к этим 30 добавляется 14. Получается сколько? 44. И этого уже хватает. Хватает, чтобы долететь только до Юпитера. Матает. Еще полкилометра они добавляют за счет того, что запускают ракету специально с экватора. Потому что Земля летит вокруг своей оси. И здесь еще небольшой добавок к скорости. То есть, потому что ракеты современные не способны для межпланетных полетов. Они слишком слабые. Значит, получается 45 км в секунду. Вот это хватает, чтобы дойти до Юпитера. Если вы посчитаете около Юпитера эта скорость, знаете, какой становится? 7 км в секунду всего нашего. То есть, она падает за счет того, что есть в протяжении Солнца. Но! Они так ее допускают, чтобы она прилетела вокруг Юпитера, чуть-чуть обогнула. Юпитер тоже имеет свой скорость вокруг Солнца. И эта скорость вращения добавляется к этому аппарату. И к этим 7 добавляется скорость вращения Юпитера. Там примерно 20. И получается, что она как бы заново стартует. Но стартует уже не с Земли, а с Юпитера. И вот только тогда она может долететь до Плутона. В принципе, называется гравитационный маневр. Астрономы им это говорят. Ты не понимаешь, что это маневр гравитационный? Я говорю, прекрасно понимаю. Тут все просто. А вот теперь вот, внимание, следите за руками. Солнца. Очень легкий рассказ. Значит, оказывается, что вот эта скорость, которую Данина запускает с Земли, 14 км в секунду, да? Нельзя будет даже поймать точнее, чтобы она была 14 км в секунду. Там есть погрешность. Порядка одной десятой кмс. Ну, это, кстати, очень хорошая точность. Это меньше всего 0,5%. Одна десятая км в секунду. Счета. Одна десятая км в секунду. Сколько секунд в минуте? 60. Умножаем на 60. Все другие счета. Получается 6. 6, да? Правильно. 6 км в минуту. Мы будем круги округлять. В минуте, в часе 60 минут. Значит, 60 умножаем на... 6 на 60, получается 360. Округление 400. То есть получается 400 км в час. Это, в принципе, меньше скорости по Савельскому суммальному лайнеру. Но! Савельск-экспартом.